Местом проведения теперь уже традиционных соревнований – гонки на выживание, как и в прошлые годы, стало специально подготовленное поле в деревне Горки. От лица администрации Ленинского муниципального района хочу пожелать всем участникам, которые сегодня приехали, удачи. Пусть победит сильнейший, и мы всегда будем рады видеть на территории нашего госпитального района. Более 200 спортсменов из Подмосковья стали участниками этого захватывающего марафона. Картинг, мотокросс, контактные гонки. Я периодически участвую. Я больше любитель, чем профессиональный спортсмен. Мне это нравится. Я здесь выгоняю всю свою негативную энергетику дорожную, поэтому здесь мне нравится. Экстрим, скорость, преодоление препятствий, азарт, желание победы – все это витало в воздухе, и не заразиться было невозможно. Я пробовал ездить на свечке, на мотоцикле. У меня это пока не получается, но я работаю над этим. И через год я планирую принять участие в соревнованиях по езде на мотоциклах на свече. Соревнования по мотогонкам были организованы Федерацией технических видов спорта Московской области. Это не первое у нас мероприятие. У нас было 9 января. Это были рождественские гуляния казачьи. Там были казачьи скачки и другие мероприятия на лошадях. А сегодня больше уклон сделан на технические и военно-прикладные виды спорта. В этот день казачьи не принимали участие в выступлениях. Вместе со своими верными конями они стояли на страже порядка. Соревнования же технических видов спорта продолжались целый день. Победители получили заслуженные награды. Особенно были рады дети, ведь это их первые победы. Я старался очень победить, но трасса очень трудная, но несмотря на свой маленький возраст, они показывают свое мастерство. После такого мероприятия легче будет ехать на первенство России, которое совсем не за горами, состоится в апреле месяце. Людмила Медведева и я, Даня Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.